На Конте есть сообщество «Чайный домик». Одно время я из него стала читать, потом всё как-то здесь затихло. И вот недавно я опять вспомнила, зашла, посмотрела. Ну, потихоньку, полегоньку кое-что есть. Это сообщество было создано в память о Гринти и его деле. И в подобном же ключе стараются писать авторы, участвующие в этом сообществе. Итак. Сбитые лётчики. Бо. По небу плыли серые облака. Дул лёгкий осенний ветерок. Байден отвернулся от окна, лениво полистал газету, затем включил телевизор. На канале CNN глава Федеральной резервной системы, уверенно, с цифрами и графиками, представлял новую экономическую программу. Раздался стуга в дверь. Зашёл секретарь и сообщил. К вам посетитель. Кто? Хер Порошенков. Пусть войдёт. Валежно произнёс Байден. В кабинет зашёл проситель. Выглядел он неважно. Лицо у него было испитое, костюм слегка потёрт на локтях и коленях, глаза лихорадочно блестели. Судя по физиономии, здоровье у него пришло в такое расстройство, что даже Бурбон не помогал. Дайте мне ещё один шанс. Я готов выполнить любой приказ. Любой. Вкрачивым голосом произнёс Порошенко, преданно глядя в лицо Байдену. Сонный Джо молча поверх очков посмотрел на просителя сочувственно-скептически проникновенным взглядом. Не знаю, задумчиво ответил Байден. Действительно, сегодня дела идут неважно и нам нужен достойный кандидат. Претендент должен обладать набором необходимых качеств. У меня работать в команде, исполнительность, быстрота, ловкость. Вы уже занимали это место. У вас было всё, чтобы доказать свою преданность. Что в итоге? Пьянство, клевета, воровские схемы, пустые обещания. Очень много материальных средств пропало. Вы как слон в посудной лавке. Перебили всю посуду, всё порушили. После вас остались тонны мусора и невыполненных обязательств. Пришлось заново выстраивать всю систему контроля и управления. Байден с сомнением посмотрел на Порошенко. Сейчас ситуация более сложная, чем раньше. Работать надо, не покладая рук. Не знаю, справитесь ли. Скажу вам честно, вы не единственный кандидат. Вчера с такой же просьбой ко мне обратился мистер Аваков. Уважаемый президент, скажите да. Вы не пожалеете. Я готова отбросить личные амбиции, закатать рукава и начать работать на общее благо прямо сейчас. Кроме всего, согласен напрямую, без посредников, докладывать вам о всем происходящем. Понизив голос, добавил Петр Алексеевич и подобострастно посмотрел на американского президента. Хорошо. После раздумий произнёс Байден. Считайте, что вы меня уговорили, но это ваш последний шанс. Отлично. Пре много благодарен, обрадовался Порошенко. Я готов приступить к работе прямо сейчас. Но вы должны убрать Зеленского. Нет проблем, ответил Байден. Пройдитесь с секретарём, он вам скажет, что делать. Секретарь Порошенко вышли из кабинета, спустились по лестнице и оказались в жарком подвальном посудомоечном отделении. Вентилятор быстро гонял духоту. Лопасти крутились, как щучек долго Соединённых Штатов. Сквозь клубы горячего воздуха с трудом можно было разглядеть несколько человеческих фигур в резиновых фартуках, склонившихся над горой грязной посудой. «Зеленский!» – громко позвал секретарь. Одна из фигур вынырнула из облака пара и предстала перед начальником. «Уволен!» – громко объявил секретарь, затем кивнул в сторону Порошенко. «Передай фартук сменщику!» «Подсидел-таки кондитер!» – злобно прошипел Зеленский, снимая спецодежду. «Вали отсюда, клоун! Без разговоров!» – усмехнулся Порошенко, напяливая на себя фартук. «Больше улыбайтесь!» – «Шеф любит идиотов!» – напутствовал нового умойщика секретарь. «Жизнь налаживается!» – радостно думал Хер Порошенков, приступая к работе. Байден снова развернул московский комсомолец и углубился в биржевые котировки. В кабинет снова взошел секретарь. «Джозеф Робертович, вас вызывают в Москву с отчетом. Я подготовлю все цифры и справки. Надеюсь, проблем не будет». «У вас все?» – в приемной ожидает финансовый эксперт. «Вы примите его?» – «Просите». Финэксперт положил перед Байденом лист с котировками и негромко произнес. «Дженерал Электрик достигли дна и начали подниматься. Сейчас самое время покупать. Можно сорвать куш». «Отлично!» – воскликнул Байден. «Какая цена?» – «92 рубля». «Покупайте», – дал команду президент и выпроводил финансиста из кабинета. В телевизоре директор ФРС Чубайс продолжал объяснять телезрителям свой гениальный нано-план Центра стремительного и опережающего экономического развития Соединенных Штатов Америки. «Необходимо углубить и расширить. Будет тяжело только первые 500 дней, затем стремительный взлет», – бодро закончил выступление главный экономист. «Давай быстрее заканчивай!» – в предвкушении любимого шоу «Глядя на Чубайса», – проговорил Байден. Через пять минут вся Америка прильнула к голубым экранам. В прямом эфире началось супершоу «Поле чудес» с Якубовичем. За окном моросил нью-йоркский дождик. На дворе стоял сентябрь 2022 года. Спасибо за прочтение. Если понравилось, рекомендуйте материал и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. «Бо» – сбитые лютчики.